МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. В студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Президенты Беларуси и Украины сегодня приняли в делу памятных мероприемствах до 31-й годовины аварии на Чарнобыльской АЭС. Угомили ускладание кветок и жалобная панихида по загинувших героях Чарнобыля пройшли у церкви архистратига Михаила. Старшиня Белтоля радио компании Геннадь Давыдько провел сегодня угомили всю встречу на тему взаимодействия громадских формирований со СМИ. А раньше в узрове небезпеки объявлены на завтра за моцных дожжоу. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беларуси и Украине необходимо усмотнить взаимодействие по чарнобыльской проблематике. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после наведывания разом со своим украинским коллегом Пятром Порошенком Чарнобыльской АЭС. Керовники держав ушановали память загинувших ликвидаторов, склали кветки до стены памяти мемориального комплексу героям Чарнобыля. Шляхи поляпшения ситуации у потерпелых от аварий на ЧАЭС в районах президента обмерковали уже на территории Беларуси подчас уместного наведывания Агрогородка Лясковича Петриковского района. Александр Лукашенко и Петр Порошенко домовились об активизации супрацовництва по целым широку накерунков. Под рабязностями Волода наш корреспондент Олег Сентюров. Агрогородок Лясковича сегодня сдольный уразить любого, а лезвычине птушинного полету панорама ураживает еще больше. Миновиты такие краеведы бажать Александр Лукашенко и Петр Порошенко подчас подлету до этого населенного пункта на вертолете. Сегодня у Агрогородка проживают 875 человек. Причем, а после 12 годов, эта лечба мает тенденцию до повеличения. По сути, Лясковича можно лечить узором того, как с малоперспективного населенного пункта зарабить сучастную везку. У нас была песчаная деревня, и кроме соснового леса, в принципе, здесь не хотела ничего расти. А теперь посмотрите, за последние десятилетия, насколько изменилась наша деревня. Здесь приятно находиться, мы гордостью рассказываем, что мы жители деревни Лясковичи, и приглашаем себе гостей, потому что есть что показать, есть на что посмотреть. Одновить життя у потерпелых районов, причем зарабить его обоисково-обеспечным, президенты Беларуси и Украины переконаны. Сегодня это одна из головных задач для дюк держав. 31 год нашей краины прокладают значное намагание в этом накерунку. Подчас встречи с Карамем Ляскович, Александр Лукашенко узгадывает свои первые поездки в этот регион. Сегодня надо тяжко поверить, что такое не колебало, а ведь это реальность. Первый раз, когда я сюда приехал, это были пески, бездорожье. Но самое страшное было то, что люди меня попросили хлеба. Не хватало хлеба в свое время. И я поручил военным, чтобы они немедленно на полесе перебросили по лесу. Там все кухни военные, которые были, которые выпекают хлеб. И когда я приехал через два года, люди меня благодарили за что? Что они каждый день могут уже попробовать свежий хлеб. Словие, конечно, жизнь другая, не без сложностей, не без трудностей. И как улучшить эту жизнь, мы с Патроном Алексеевичем будем обсуждать проблемы, чтобы эта жизнь была лучше украинцам и белорусам, особенно здесь, при граничье. Дитячий сад у Лясковича – еще один показчик максимальности створения сучастной инфраструктуры у сельской мясовости. В прошлые годы тут означается становшая демографичная тенденция. Неде годов 10 тому установы не только капитально отремонтовали, а и снастили очень необходимым для полного артусного выхования. По отсутствии, этот дитячий сад не соступает городским ни по каких показчиках. На пыльных перспективах каждого населенного пункта можно мерковать по колькости детей. В Лясковском дитячем саде 44 выхованцы. Это кожный 20-й жахара городка. В наступном году их в угле будет больше 50. Самый высокий показчик за всю историю установлен. Сегодня жахарый Ляскович работает в крамах, установах культуры банковской сферы. А для основной колькости местного населенства, занятая в Национальном парке Припятске, средняя зарплата, коля 600 рублев, коля с уликами перспективы предприемства, прогнозуется и дальнейший рост. Самая головная есть упыльненность в завтрашнем дне. Все, кто приходит к нам на работу, мы трудоустраиваем. В настоящее время у нас еще несколько мест вакантных, поэтому если население приходит или рабочие приходят со стороны, мы в обязательном порядке их трудоустраиваем. Рабочие работают из четырех районов. Это Лельческий, Петриковский, Житковицкий и Калинковицкий районы. Одночасово с пытаниями сопротивления по передолеванию наступств Чарноводской катастрофы у центра уваги керовников держал экономичное сопротивление. Александр Лукашенко и Петр Порошенко констатуют, Беларусь и Украина еще далекие от раннейших показчиков, а летость взаимный товароборот повеличился на 12% и достигнул 4 миллиардов долларов. Беларусь – четвертый по значимости гандиловый партнер Украины. Нам необходимо сделать все максимум, чтобы люди жили лучше. Это принциповая позиция обо двух керовников. В связи с этим у Радом Краин доручается максимально эффективно выкористовывать все истинные максимумы по потребности связи между предприятиями Беларуси и Украины, а также активизировать международное сопротивление. Украинцы покупают белорусские пищевые товары, белорусские трактора, белорусские автомобили, белорусские нефтепродукты. И белорусы покупают продукцию сельского хозяйства, термовую продукцию, продукцию химической промышленности, черной металлургии. И когда был спад, мы договорились и пожали руки сольцами, чтобы сделаем все от нас зависящее, чтобы взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами развивалось. Сегодня мы договорились о том, что мы сделаем легче и поездки друг в друг. Граница должна быть символом дружбы, символом мира, символом товарищества и партнерских отношений между нашими странами. Мы с нетерпением ждем в гости каждого из вас. В этот день Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели двухбоковые переговоры по пытаниях дальнейшего супрациониста в разных сферах. Олег Синкеров, Дерген Макеенко, телерадокомпания «Гомель», Петр Туцкий район. Памятные мероприемства, примеркованные до 31-й годовины аварий на Чарнобыльской АЭС, сегодня проходят во всех потерпелых от ее наступствах в районах. У них принимают удел представники громадских организаций, прационных коллективов и молоди. У «Гомеля» в складанне кветок и жалобная панихида по загинувшей героях Чарнобыля пройшли у царкви архистратега Михаила. Этот храм был узведен и увез цивы Лева Доброжского района. В вынику катастрофы на Чарнобыльской АЭС везка трапила у зону отселения. При саденничании областного управления МНС царква была переведена у «Гомель», целком одновлена и открыта для прихожан. Памятное мероприемство наведала Вероника Ворошилина. «Гомельская область» 31 год тому приняла на себе основную удар наибуйнейшей дыхногенной катастрофе в истории человечества. За великого узрою радиоцинного забрудживания, коля 60 везок пришлось изнести и поховать. У иншей населенной пункты пересели на больше 120 тысяч семью. До этого часа больше 17 тысяч гектаров земля на «Гомельщине» застаются забрудженными. День 31-й годовины аварийной ЧАЭС областным центром распашаусе с жалобным митингом на территории Гомельского филиала Университета громадянской обороны МНС Беларуси. 14 годов тому тут был узведенный мемориял, як да не напаваги вертовальникам, загинавшим па час ликвидации пожару на Чарнобыльской атомной электростанции. Годовину катастрофы, дейчие и будучи вертовальники, по традиции, сустракаюць тут, кабу скласти до меморияла к ветке ушановать память загинавших хвилины молчания. Жалобное мероприемство вспоминало пты, хто мужно змагался с наступствами катастрофы. И одночасово гэта ориентирна тоя, як сёня треба выховывать молодое поколение вертовальников. Кабу яны были не просто готовы до любой надзвычайной ситуации, але и смогли прадухи лития е. Говорят, что человек умирает, когда о нём забывает. Поэтому мы ежегодно проводим такие митинги реквимы. Это полезно в том числе и для тех обучающихся, которые находятся в нашем учебном заведении. Ну и нам не лишнее ещё раз вспомнить, ещё раз почтить память. После митинга памятные мероприемства протягнулись в храме святого архистратега Михаила. Эта церква з'является помником дравлянного доли, стваймая больше к 100-годовую историю. Ранее она размещалась у вёсцы вылева Добурского района, якая была отселена после Чарнобыльской катастрофы. 15 годов тому зруб церквы был перевезен в Гомель. З нагодой 20-й годовины аварии на ЧАЭС отбылось освящение и открытие обновленного храма. С того часу, минавида тут, 26-го красавика, збираются гомельчане, кабу згадать усіх потерпелых от катастрофы на Чарнобыльской атомной электростанции. Это день, который принёс очень много горя на нашу землю, много скорби. И церковь чтить память тех всех, кто пострадал от Чарнобыльской катастрофы. И мне хочется пожелать всем тем, кто остался в живых, кто участвовал в тушении этого и пожара, и всей этой катастрофе, крепкого здоровья, благополучия. А всем, кто ушёл в жизнь вечную, пожелать, чтобы Господь их принял в свои обители Отца Небесного. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадоя компания «Гомель». Протягиваем выпуск старшиня Белтелерадоя компании Геннадь Давыдька. Сегодня у Гомеля провёл сустречу на тему взаимодействия громадских формирований со СМИ. Размова пройшла у областных объединений профсоюзов. У делу сустречу приняли представники местовых уладов, громадских организаций, политичных партий, профсоюзов и сродков массовой информации. Настасья Кучинская расскажет больше подробно. Громадские объединения – лакмусовая папера демократичности и политической системы. Сфера их интересов довольно широкая. От повышения активности громадян до делу кирования державными справами. Яны – свои особливые посередники помеж державой и человеком. У Гомельской области зарегистровано свыше 350 громадских и политичных формирований. Насустречу со старшинёй Белт или радуя компании – представники самых буйных и активных из них. Их деятельность координуя специальный совет. Летось он стал инициатором масштабной акции «Моёй краине». Яна объедуяла тысячу удельников, умела широкий резонанс и сёльта отримала протяг. Ход акции широко осветляют сродки массовой информации. «Приятно, что все общественные объединения консолидировались вместе, чтобы сделать, наверное, благие дела. Вот буквально недавно стартовала акция в этом году, она прошла в Хойниках, там мы провели концертная площадка была, где каждая из общественных объединений внесла вклад в подготовку этого мероприятия. Чем масштабнее и массовые мероприятия, тем, наверное, и больше привлекает внимание средства массовой информации. Поэтому здесь, наверное, на взаимовыгодных условиях, чем качественнее мы будем готовить это мероприятие, тем качественнее оно будет освещаться». Нередко СМИ выступают не только у якости информационных партнеров, громадских объединений, а и как полновартостные соорганизаторы проектов. Приклад акции «От чистого сердца» я ее суместно проводили телерадуя компания «Гомель» и региональное отделение товариства «Червоного крыжа». Организаторы избирали гроши на лечения хворых детей да помогу шмадетным и мало забеспеченным семьям, а так само переселенцам из Украины. Даредше работу телерадуя компания «Гомель» с громадскими организациями, Янадь Давыдька оценил стануча. У областным эфиры знайшлося место для усих. На думку старшини Белт или радуя компания, громадские организации мают великий потенциал, и он по кульне полностью выкористовывается державой. «Если посмотреть на общественные организации, чем они занимаются, то это охватывается практически вся сфера человеческой деятельности. То есть государство должно умело координировать вот эту общественную инициативу. И мне кажется, что в данном случае у нас имеются еще здесь большие возможности и нераскрытые перспективы». Сустреча Геннадия Давыдьки с простонниками громадских организаций «Гомельшины» – штуршок для журналистка громадского супрационерства и подстава для большей инициативы самих громадских деятельств. Для того, как поднимать поддержку державы и громадства, треба больше гучно про себя заявлять и оперативно реаговать на подеи життя краины. Настасия Кучинская, Сергей Лукашук, телерадуя компания «Гомель». Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельшинского гарвы Канкама завтра проведет черговый день предприемства. Жихарам областного центра пропонуют вакансии загадчика медпункта, медсестры, инженера по охове новокольного осяродя, майстра по ремонте обсталявания, электромеханика, продавца и инши. Беспрацовные смогут отримать консультации у представников кадровых служб. Початок у 10 годин. Адрес – улица Пролетарская, 18. Гомельшина долучилася до проведения европейского тыдня иммунизации. Лозунг, что годовые акции селета «Вакцины дейничают». Головная мета – представить насильниству докладную информацию о профилактических пришепках и усих яснуючих макшимостях обороны от инфекционных захворваний. Початый день иммунизации в регионе будет организована работа промых телефонных линий с консультациями специалистов. У приватности по номерам 75, 74, 77 можно задать питание урачу-эпидемиологу. 27-го красавика на сувязи так само будет аллерголог. Потелефоновать ему можно по номерам 40, 04, 37. Промые линии працуют с 10 до 12 годин. Оранжевый уровень небеспеки объявленный в Беларуси на завтра замоцных дожжоу. Яны пройдут на большей части территории краины. В особенных районах Гомельской в области у день макшимы на вольнице. У вугуле другая полова тыдня по прогнозах областного гидрометцентра будет теплой, а ледожливой. Ближайшей ночью чекается до 10, а за утро у день до 20 градусов тепла. При на вольницах макшима узмацнение ветру порывами до 14 метров за секунду. У пятницы у день поветро прогреется до 22, а у субботу до 23 градусов. Моцные дожжи и на вольнице прогнозуются, что день. Это и иншая новина вы можете найти на нашем сайте. В интернете по адресе www.tyvergomil.by. Далее в эфиры спортивный огляд. С новинами спорту познайомить Сергей Некаревич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова